С нашим гостем Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий, рады приветствовать. Да, да, приветствую вас, приветствую. Знаете, говорят, когда Российская Федерация, Путин напал на Украину, хотел напугать весь мир, Украину напугать, по сути, объединил. Если говорить о последствиях для Российской Федерации, когда Путин начал эту агрессию, как повлияло? Кто-то говорит, что он начал таким образом запуск самоликвидации Российской Федерации, кто-то говорит, что просто будет ликвидирована империя, кто-то говорит о ненависти, которая внутри, среди россиян появилась, или других народов, других граждан, к самим россиянам. Как вы думаете, что главное, как повлияло на россиян, на Россию? Ну, совершенно очевидно, что этот этап можем мы охарактеризовать как гибель империи. То есть гибель империи не означает, что Россия прям развалится на разные части. Просто она точно через какое-то время перестанет существовать как империя, что хорошо, на мой взгляд. То есть она будет переучреждена, и на месте сегодняшней и нынешней империи зла появится какое-то нормальное государство. А уж в каких границах, это вопрос. Сейчас я просто не готов это обсуждать. Но что касается тех тезисов, которые я сейчас услышал в вашем сюжете, я с чем согласен? Я согласен с тем, что, конечно же, в результате санкций, в результате ухода западных компаний, западных технологий, западных инвестиций, российскую экономику ожидает крах, ожидает катастрофа. Только это не произойдет в краткосрочной перспективе, потому что все-таки Россия – это большая страна, богатая страна, подчеркиваю, с рыночной экономикой. А это означает, что если есть спрос, то все равно предложение так или иначе появится. Конечно же, пострадали в первую очередь люди, которых можно отнести к среднему классу, условно верхние 30%. Это потребители западных товаров и услуг. Ну, грубо говоря, люди, которые смотрели Netflix, я сейчас очень так обобщу. Покупали мебель в Икее, ходили в разные какие-то бутики и так далее. Вот эти люди, конечно, проиграли и уже сейчас почувствовали на себя влияние войны на их уровень благосостояния, на их жизнь. Но для 70% населения, которым все это было и так недоступно, не сильно пока что-то изменилось. Ну, например, берем косметику какую-нибудь, женская косметика, которая исчезает из товаров и магазинов, западная, я имею в виду. Ну, на это место быстро приходит косметика Южной Кореи, которая по качеству, на самом деле, ну, по крайней мере, как мне говорят, я об этом не специалист, по качеству не сильно уступает Западу. Если мы берем, там, айфоны, да, ну, это тоже товар, который потребляют верхние, там, условно, 20%. Для них, в принципе, ну, не так уж ощутимо покупать айфон за полторы тысячи долларов или, там, за две тысячи долларов. Конечно, кто, я имею в виду новый айфон 14 Pro Max, вот разница примерно такая, да. Те люди, которые покупали новый айфон, они все равно их покупают, при этом даже покупают быстрее, чем в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Потому что, вы сейчас, знаете, был кризис, связанный с производством продукции Apple из-за ковида в Китае. Невозможно было найти новые телефоны, значит, в Европе и в Соединенных Штатах Америки, а в России, ну, не в России, в Москве. Вообще без проблем. Поэтому, конечно же, люди самые богатые, они все равно имеют доступ ко всем этим услугам. Все равно через Китай, через Турцию, через разные страны, это все приходит на российский рынок, просто люди переплачивают за логистику. Вот, средний класс пострадал, нижний 70%, ну, 60%, 65%. Как они, грубо говоря, ходили на рынок, покупали продукты, товары. То есть, это люди, которые больше денег тратят на еду, да, а не на какие-то там развлечения, и уж точно не на мебель из Икеи, и не на продукцию компании Netflix. Вот, для них пока еще не сильно изменилось, то есть, конечно, выросли цены на лекарства. Хотя, вы знаете, большое количество лекарств приходит из Индии, закупается, то есть, в этом смысле, эти логистические цепочки не пострадали. То есть, тезис, то, что рушится империя, с этим тезисом я согласен. С тезисом, что нас, я имею в виду, Россия ожидает рано или поздно катастрофы в экономике, я согласен. Но при этом хочу сказать, что рыночная экономика адаптивная очень, да, и она перестраивается, поэтому все это произойдет в долгосрочной перспективе, не в краткосрочной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова